Возьмем для примера распутство. До чего доводит оно предающихся ему? При продолжающемся удовлетворении страсти, то есть при гашении пожара маслом, жертва распутства не всегда замечает опасность своего положения. Впрочем, и при этом дело доходит иногда до такого неестественного настроения нервного организма, при котором жертвы страсти являются фуриями, выходящими из границ всякого приличия. Кто не слыхал о беспутствах Мессолины, Попеи, Лукреции, Боржио и многих других? А что, если бы они вздумали остановиться от своих страстных подвигов? О, тогда они испытали бы то, что испытала Мария Египетская со всей добросовестностью, исповедавшая греховные деяния своей жизни, незадолго до своей смерти. Она говорит, семнадцать лет прибыла я в пустыне сей, как со зверями лютыми, с моими безумными похотями борясь. Их дабы пищи вкушать и на финах, желала я мяса и рыбы, которые были у меня в Египте. Желая же питья, то вина вожделенного мне, много вина я пила в мире бывших. Бываше же мне и желание блудных песней, очень смущающих и понуждающих меня петь песни бесовские, которым я навыкла. При этом огонь внутри сердца моего страстного возгорался, и все это всюду опалял меня, и в желании смешения понуждал к желанию. И так прошло семнадцать лет бесчисленной беды пострадавших. Из этих слов преподобной Марии для нас важно ее признание в том, что ее нестерпимо опалял огонь привычных страстей с прекращением удовлетворения их. Эти слова признания дают нам возможность понять, что и все фурии сладострастия потому и являются фуриями, что горят в огне своей страсти, вожженным ими самими и поддерживаемым непрекращающимся удовлетворением страстных требований. Да едва ли не испытывал внутреннего горения и всяких, кто состоял когда-нибудь под влиянием сильно возбужденной плотской страсти. Прислушаемся также к заявлению горьких пьяниц, когда им отказывают в рюмке водки на похмелье. По собственному признанию этих несчастных, они сгорают внутренне опаляющим их огнем. Это признание пьяниц святой Василий Великий выражает так «В утробах безмерно пьющих вино горит пламень, которой погасить они не в состоянии». О таких людях пророк Исаия проливает слезы, говоря «Горе восстающим за утро и секер гоняющим, ждущим вечера, вино бы сожжет я». Что сказано об одних страстях, тоже бывает и при всех, с наступлением невозможности удовлетворить им. Что на высшей степени ненормального раздражения нервов сказывается так наглядно, тоже совершается и на низших степенях, только в меньшей мере. Святой Василий Великий говорит «Живущая страстная имеет собственный огонь страстей, как и богач имел внутри себя причину, которая полила его жаждаю». Или «Сами себе приуготавляем к тому, чтобы стать годными к сожжению». И как искры огненные возгнетаем в себе душевные страсти для возгорения гиенского пламени. «Как и полимые жаждаю в пламени богатой». Или еще «Сладостная для тебя в настоящем будет иметь горький конец». Это ныне от удовольствия, происходящее в нашем теле щекотание, породит ядовитого червя, который будет бесконечно мучить нас в гиенне. И это раздражение плоти будет матерью вечного огня. Что же сказать об этом огне, жгущем людей, приводящих свой нервный организм в ненормальное страстное раздражение? Если этот огонь – метафорическое выражение болезненного, мучительного состояния организма под влиянием страсти, или это действительный огонь, приходится, отстранив всякую мысль о метафоричности, сказать «да». Это действительный огонь, а не огонь в переносном смысле понимаемый. Объяснимся. «Мы сказали, что уставшие нервы по отдыхе опять являются способными к деятельности. Что же делается с ними во время отдыха? Что за сущность отдыха? Во время его в нервы поступают новые материалы из питательного процесса, вместо израсходованных, материалы, пополняющие убыль, и вследствие того, возобновляющие крепость и силы уставшего организма. Что же это за расходуемый материал, восполняемый из питательного процесса? Это электричество, присутствие токов, которого в нервах положительного доказано Дюбуа, Раймоном, и принято науке как факт, уже не подлежащий сомнению. При нормальной деятельности нервов во время отдыха из них поступает нового материала столько, сколько нужно для продолжения таковой деятельности. Но если известный отдел нервов раздражен ненормально, если потому количество электричества, притекающего из питательного процесса, не может соответствовать силе и напряженности возбужденных нервов, то этот недостаток восполняется из наличных средств организма. Таким образом, наука на основании опыта принимает солидарность между всеми физическими силами, по которой одна из них может переходить в другую. Движение в тепло, тепло в движение, то и другое в электричество, электричество в магнетизм и так далее. Отсюда становится понятным, что чрезмерно ненормально раздраженные нервы могут превращать в необходимое для них электричество другие силы, потребные для других отправлений организма, вследствие чего, как сказано выше, и бывает истощение тела при нормальной деятельности нервов того или другого отдела. Сообразив все сказанное о нервном организме и знай, что люди воскреснут в том же самом теле, в каком теперь живут на земле, в том же, хотя оно явится по воскресенье в обновленном виде, теле с той же нормальностью или ненормальностью отправлений, какая выработана в нем душой на земле, и которая потому окажется сродной ей по воскресенье. Сообразив все это, мы полагаем, что будущий адский огонь будет огонь не метафорически понимаемый, но огонь действительный, материальный, только огонь не совне опаляющий грешника, но жгущий его изнутри, тот самый, который составляет основу жизнедеятельности нервного организма, огонь электрический, при чрезмерной, ненормально раздраженной деятельности нервов, служивших той или другой греховной наклонности. Количество этого огня явится в них несравненно больше того, чем сколько следует для нормального состояния организма. Явится на основании перехода сил одной в другую вследствие их солидарности. Увеличение количества огня в греховно-нравственных настроенных нервов и сделает то, что человек будет гореть именно в огне своей страсти. Гореть тем сильнее, чем значительнее ненормальное раздражение нервов, чем обильнее, потому будет переход сил страдающего организма вследствие их солидарности в электричество ненормально раздраженных нервов. Этот огонь будет жесть человека, грешника, но не сожжет, потому что он, огонь, есть самая основа жизнедеятельности нервного организма. Будет гореть и никогда не угаснет по той же причине, подробнее разъясняемой немного ниже. Будет гореть, но не светить, даже скорее отуманивать сознание человека вследствие своей невыразимой мучительной жгучести. Чтобы гореть человеку в этом огне, не нужно ни пламенеющих костров, ни прислуги, выжигающие костры и поддерживающие силу пламени, прибавка нового горючего материала вместо израсходованного, ни кипящих котлов со смолой, ни других каких-либо орудий казни грешников. С этим огнем куда бы ни был помещен нераскаянный грешник на жительство, везде будет мучиться, хотя бы даже поместили его в рай, по прекрасному выражению покойного высокопреосвященнейшего Иннокентия. В настоящее время излишнее количество огня в ненормально возбужденных нервах уменьшаются через разного рода органические выделения, следствием чего бывает усталость нервов, а не жжение их, привлеченным в излишествие огнем, хотя и теперь, как сказано выше, как бы в показании будущего огня, бывают случаи горения в огне страсти, теперешние выделения ненормально возбужденного огня, носящие на себе печать ненравственного повреждения, образуют ненравственно растленную атмосферу, растлевающую мир и подготавливающий материал для огня, имеющего преобразовать и обновить Вселенную, о чем будет речь ниже. Но когда мир преобразится и обновится, когда в пределы его пописания не может уже войти ничто скверное и нечистое, не может иначе снова, иначе бы снова нарушилась гармония природы и явилась бы несоответствующая блаженному состоянию праведников, тогда выделение ненормально возбужденного и излишне накопленного внутреннего огня грешников не будет, следовательно, не будет и усталости, нервов, тогда внутренний огонь останется безысходно в своем внутреннем очаге и составит для собравшего его мучения не ослабляющиеся, не прекращающиеся, вечные, всегда равные самому себе. этот огонь, как плод нарушенного равновесия сил, привлеченных в излишестве к ненормально настроенным нервам, в ущерб другим естественным образом и необходимо произведет физическое безобразие в организме, которое увеличится еще вследствие болезненных потрясений внутреннего горящего страдальца. Пояснение на это можем привести из явлений теперешней жизни со слов святого Василия Великого. Этот святой отец изображает состояние гневающегося человека на высшей степени раздражения и говорит, у тех, кои желают мщения, в сердце кровь кипит, как от огня, волнуясь и шумя, вышедший же наружу, в ином образе гневающегося, показывает, очи гневающихся, свойственные и обыкновенные не познаются, взор свиреп и огневиден, они зубы острят, как свиньи во время ярости, лицо синее и кровавое, голос жесток и более меры напряжен, слова неясны, безрассудны, неподробны, ниже благочинны, и неблагочинны, и благо знаменито произносимые, когда же неисцельно, как пламень от многого подгнета, разжется, разожжется человек, тогда можно видеть позорище еще большее, кое ни словом объяснить, ни делом показать нельзя, если же человек так сильно обезображивается от внутреннодействующего огня страсти теперь, когда равновесие сил может снова восстановиться, то что будет с прекращением этой возможности? Естественно, заключать, что степень безобразия обнаружится тогда в несравненно большей мере. Пояснение на то, что адский огонь останется безвыходно внутри страдальца, а вследствие своей безвыходности безвозможности прохлаждения асковожжения можно находить в следующем церковном повествовании. Из этого повествования усматриваем, что язвы мучащие грешника во аде сокрыты от всего окружающего, что выражается покрывающей их одеждою, и если делается заметными для принимавшего откровения тайны о загробной жизни, то только по особому строению Божию для вразумления неродящих о своем спасении. Ссылка. Хотя в предлагаемой повести говорится о червении усыпающем, а не об огне неугасающем, но мы приводим ее здесь как повесть, подтверждающая наши мысли о том, что адские мучения будут замкнуты. Внутри мучащихся грешников, о самом червении усыпающем речь будет ниже. Повесть эта передается так. Двое друзей вошли в храм Божий и как раз попали на трогательные, сильные, истинные и сладости речи слова проповедника, который доказывал спасительность самоотвержения и всю опасность мирской суетности. Один из них так тронут был силой этого слова, что его сердце не выносило упреков потрясенной совести и теплоты умилившихся чувств. Он горько плакал о своем положении и в этих горючих слезах души кающейся дал обещание Господу разлюбить все и пойти в монахи. Напротив, другой был совершенно в ином расположении. Вместо того, чтобы убедиться справедливости слова Божия и при искренности покаяния решиться исправить свое развращенное сердце, он ожесточился и жестоко издевался над евангельскими истинами. Эти друзья в церкви еще расстались между собой духом, а по выходе из нее и телом. Один действительно раздал все имение свое по нищей брати и сделался монахом, а другой жил роскошно и в точном исполнении сердечных прихоти, как евангельский богач, веселился во все дни блистательно. Случилось, что монах пережил мирянина, и когда этот последний скончался, друг его пожелал узнать положение загробной судьбы его. И в этом желании искренно и с верой молился Господу Богу, предоставляя его святой воле исполнения своей детской молитвы, Бог услышал его, и через несколько дней в тонком сне ему является умерший друг его. «Что, братец, каково тебе, хорошо ли?» спросил обрадованный видением монах. «Ты хочешь знать это?» со стоном отвечал мертвец. «Горе мне бедному, червь неусыпающий точит меня и не дает покоя через целую вечность». «Что же это за мучение?» продолжал вопрошать монах. «Это мучение невыносимо, но делать нечего, нет возможности избежать гнева Божия. Мне теперь дана свобода ради твоих молитву. Если хочешь, я тебе покажу мое мучение, только совершенно ли хочешь ты видеть и чувствовать то или отчасти? Вполне моего мучения ты не можешь вынести, и так некоторую часть испытай и вишть». При этих словах он приподнял подол своего платья по колено. И ужас, и невыносимый смрад так поразили все чувства спящего, что он в то же мгновение проснулся. Вся нога, которую открыл ему друг его, была покрыта страшным червем, и от ран его выходил такой зловонный смрад, что нет слова и пера для выражения того. И этот адский смрад так охватил келью и монаха того, что он едва мог выскочить из нее, не успевший даже захлопнуть дверь за собою, отчего смрад не переставала распространяться на весь монастырь. Все кельи переполнились им, и переполошенные иноки не понимали, что это значит. В течение долгого времени этот адский воздух не исчезал, и братья поневоле должны были оставить монастырь и в другом месте искать себе приюта, а друг покойного не мог ничем и никак избавиться от раз вдохнутого зловония, ни омыть, ни заглушить ароматическими эссенциями этого запаха. О замкнутости внутри страдальца адского огня и невозможности ослабления адского жжения говорит из Священной Писания в приведенной нами притче Христа Спасителя Богачей Лазаре. Несчастный страдалец опаляется огнем своей страсти, действующим внутри его, и ни в чем не находит облегчения своему мучению. В этой невозможности заключается вечная отделенность ада от рая, или по евангельскому выражению пропасть велика, которой никому нельзя перейти. Слабое подобие состояния имеющих страдать в адском огне можно видеть на земле в людях, страдающих горячкой. Все мы по опыту знаем, что правильное распределение теплоты в организме, соединенное с правильным и своевременным выделением всего излишнего, производит приятные ощущения, составляет удовольствие для организма. Но лишь только организм станет в ненормальное положение, лишь только поры его вследствие какой-нибудь причины закроются для испарения. Что тогда происходит в человеке? Внутренний огонь, благодетельно согревавший его, начинает мучительно сжечь. Сжение этого огня заметно и для окружающих больного. При этом горение пламени одного однако нет. Тьма огня увеличивается помрачением самого ума, при котором страждущий мечется во все стороны, готов выброситься и в огонь, и в воду, если бы его не удерживали, не замечая даже опасности для себя. Этим сравнением пользуется святой Иоанн Златоуст при рассуждении об адском огне, который понимал он кажется одинаково с нами. Он говорит, услышавши об огне вечном, не думай, будто тамошний огонь похож на здешний. Этот, что захватит, сожжет и изменит на другое, а тот, кого однажды обымет, будет жечь всегда и никогда не перестанет, почему и называется неугасимым. Если ты будешь когда в сильной горячке, то перенесись умом к оному гиенскому пламени. Ибо если горячка мучит и беспокоит нас, то что мы будем чувствовать, когда попадем в огненную реку, которая будет течь перед страшным судилищем? Трудно самому больному горячкой переноситься умом об обдержащей его болезни гиенскому пламени, даже едва ли это возможно. Удобнее наблюдать над больными этого рода со стороны. Червь не умирающей. Что это за червь? И на этот вопрос, как на вопрос об огне гиенском, не находим прямого ответа ни в Писании, ни в учении церкви. Отстраняя мысль об исключительно духовном понимании этого рода адского мучения, имеющего, по словам некоторых богословов, символический смысл и обозначающего терзание совести при воспоминании о гнусных делах, совершенных в этой жизни, богомудрые отцы и учители церкви признают буквальный смысл учения о неумирающем черве, хотя и не объясняют, что это за червь. Так, например, святой Василий Великий в слове о будущем суде говорит, «Вообрази себе червей, род некий ядовитый и плоти снедающий, который всегда ест и никогда насыщен быть не может, нестерпимые болезни угрызениями своими причиняя». Блаженность Афилак, например, в своем толковании на слова Евангелия о черве неумирающем и огне неугасающем говорит, «Черви и огонь терзающих грешников есть совесть каждого и воспоминания о гнусных делах содеянных всей жизни». Имея за собой авторитет отцов учителей церкви, и мы признаем евангельское учение о неумирающем черве не символическим выражением угрызений совести, но учением буквально понимаемым. Желая придать своему убеждению возможную основательность, обратимся опять к данным, добытым наукой и дающим материал для уяснения евангельского учения, предлагаемого в форме положительной истины. Чем же наука дарит нас для разъяснения рассматриваемого предмета? У каторфажа, например, считаем, большое число пузырчатых червей живут в кишечном канале. Тремолоты встречаются почти во всех внутренностях. Пузырчатые глисты кажется предпочитают самые ткани, почему и встречаются в мышцах, в центре мозга и так далее. Мы видим, что все эти подобные им животные питаются и даже дышат насчет животного, в котором обитают. Всякое животное, имеющее свойственное ему питание, свои температуры, свои собственные жидкости, представляет вместе с ним совокупность различных условий, а потому и особенный мир для гельминтов. Поэтому эти чужеядные существа должны распределяться сообразно их натуре и не могут без различия жить во всех животных. Наблюдение подтверждает эти теоретические соображения. Всякий род животного питает ему лишь свойственного гельминта. Чтобы перечесть все без исключения чужеядных, надо было бы рассмотреть все творения и перебрать всех животных. Эти странные животные иногда мириадами наполняют внутренности и ткани, проникают в самую черепную часть и в полость глазного яблока превращения в мире животных катафажа издания 1859 года. В книге «Бог в природе» по Камилу Фламариону читаем «Жизнь разлита во всей природе, материн для нее слишком тесен, она рвется во все стороны, она населяет воды и неорганическое царство». Таким образом, эта сложная, непостижмая, разнообразная жизнь населяет животными каждую породу существ и всякого рода вещества. Знаем ли мы, сколько различных родов животных и растений есть в нашем теле? Со времени изобретения микроскопа увидели, что паразиты живут в нашей крови, в нашем мясе, в груди, в зубах, в ушах, под яблоком глаза, даже под сосочками носовых нервов. Мы питаем и плотоядных и травоядных животных, в наших венах плавают пресноводные рыбы, а в артериях находятся такие, которые живут только в соленой воде. Незаметные насекомые проникают в наши легкие и разводятся там целыми поколениями. Вообще, сколько пород животных находится в живых органических существах, так что они этого не замечают. Один философ сказал, что каждая часть животного существа живет сама по себе самостоятельной жизнью. Теперь уже не считается большой смелости сказать, что высшие животные похожи на здания, разделенные на множество комнат, наполненных множеством элементарных животных. Если это так, то в природе все живет. Не только воздух, но и вода, летающие пылинки, органические и неорганические элементы. Все населено невидимой жизнью, существами, подвергающимися трем метаморфозам. Везде мы видим их в той или другой форме, сообразно с условиями температуры, окружающие их, сообразно теплоте и влажности. Что говорится в этих выписках, не есть частное мнение поименованных авторов. Они передают результаты опытной науки, не перестающей все более и более постигать и уяснять миру тайны, созданные Богом природы. Какой же вывод сделаем из предложенных вниманию читателей данных, приобретенных наукой? Если человеческое тело в своих больших и малых частях, в тканях и мускулах, в костях и жидкостях, есть совокупность неисчислимого мира живых существ, то оно живет совокупной жизнью всех этих живых существ. Но как живые микроскопические малые существа населяют небезразлично всякий живой организм высшего живого существа, но микроскопические существа одних родов и видов живут в одних высших организмах, другие в других, то есть человеческое тело есть агрегаты известных только родов и видов микроскопического мира существ. существ. Эти живые живые существа населяют человеческое тело потому, что природа их находится во внутреннейшем согласии с условиями, представляемыми жизнью человеческого организма. себя, сделавшись неудержимым развратником, всегдашним сластолюбцем и кутилою, примерным плутом и негодяем, бешеным презрителем всякого человеческого права и достоинства. Если же человек, управляясь свободной волею, может радикально изменить условия нормальной человеческой жизни, делаясь в конце концов рабом новых, хотя и ненормальных условий, то необходимо следует заключить, что и мир микроскопических существ, населяющих его организм, приноравляется к измененным условиям жизни и приноровившись за того свыкается с ними, что прекращение этих условий необходимо должно произвести в них болезненное раздражение, сопровождающиеся болезненным таблением всего организма. Только повторение ненормальности, вошедших в привычку, заглушает немой, но неудержимый вопль микроскопических обитателей, уклонившегося от правильных условий жизни организма, заглушаясь, чтобы этот вопль впоследствии усилился еще более. Нужно ли ходить за примерами к пояснению этого? Желающие иметь таковые, пусть оглянется окрест себя и увидеть желаемое во всяком месте. Даже, быть может, достаточно будет внимания к самому себе, к явлениям собственной жизни. Всякая даже мелочная привычка в случае неудовлетворения ее требований отзывается более или менее значительным томлением в организме. Представим теперь положение человека, приучившего мир микроскопических существ своего организма к измененным, ненормальным условиям жизни. Положение в будущей загробной жизни. мир-то микроскопических существ останется в нем тот же самый, какой был на земле, потому что есть основа организма, но приученный к измененным ненормальным условиям жизни, которых не будет в обновленном мире, он силой заговорит против своего владыки заглушить этот вопль внутренних обитателей организма, так как мы заглушаем его здесь с повторением ненормальностей, невозможно будет, потому что обновленный мир не даст материала для повторения ненормальностей, иначе опять произошло бы расстройство в мире такое же, какое существует ныне, те же несчастья и бедствия, которые давят человечество ныне, иначе все дело нашего спасения обратилось бы в ничто, остается страдать от выработанной свободно ненормальности, страдать без надежды видеть когда-нибудь конец страданию, потому что конец его был бы равнозначен прекращению бытия, страдать тем жесточе, чем больше были искажены нормальные условия органической жизни здесь на земле, страдать, имея необходимым спутником страдания, этого рода скрежет зубов что скрежет зубов будет необходимо сопутствовать вопле микроскопического внутреннего мира это можно несколько понять из примера страдающих теперь глистами у которых скрежет зубов состоит в теснейшей связи с болезнью на эту тему покойный преосвященец Иннокентия предлагает такие соображения еще вид мучений говорит он это терзание неусыпающих червей все почитают это за метафору но пристально смотря на натуру едва ли не следует утверждать что эти черви действительно там будут физиологи заметили что основания или же первые элементы всех тел состоят из червяков инфузорий так как это составные части всех тел то они никогда не истребятся теперь они находятся в нашем теле в нормальном сосчитании с ним и между собой и потому не мучат нас у нефистивых же подвергшихся вечной муки они составят дисгармонические группы и будут терзать их это весьма естественно и писание говоря об этом кажется употребило не подобие а самую вещь иначе оно выразилось бы лучше нашло бы выражение более благородное о человек принякни твоим умом и сердцем к мысли о таинственной посмертной судьбе твоей к мысли об указанных адских мучениях которые конечно смущают двух дух твой при воспоминании о той страшной поре бытия нераскаянных грешников а приникнув ты конечно отбросишь неосновательную боязнь ада отбросишь зная что ад не есть что-либо внешнее для нефестивого но его внутреннее благоприобретенное достояние составляющее одно целое с самым его организмом а потому не могущее оставить его нигде ни на одну минуту пойдет ли он на небо или в преисподнюю или еще куда дела человека по писанию идут во вслед его вместо напрасной боязни ада ты должен всеми силами стараться возбудить в себе страх и ненависть к греху и всем делам запечатленным его печатью